Видите, как быстро высоту набирают? Часа. Все? Самое главное, что... И через час 25 он уже будет в аэропорту шириной делать. Московский рейс сегодня в Вежевском аэропорту провожают братья Андрей и Сергей. Так близко они еще никогда не видели самолеты, но очень хотели. Письмо с этой заветной мечтой мальчишкам помогли отправить на елку желание работники их детского дома. Потом оно попало в руки главе Удмуртии и аэровокзал распахнул перед ребятами двери. Держись, что? Вот он двигается. Это вот снижение выполняешь. Так вот чуть-чуть набор на себя. Ноги можно на педали поставить. А, не достаешь, понятно. Достаю. Они просили всего лишь экскурсию в аэропорт. Но вот уже сидят в кабине пилотов, а супер-профи, заслуженный летчик Николай Чичеванов, налетавший больше 15 тысяч часов, рассказывает, как управлять самолетом. 15 раз видел самолеты на небеса. А вот смотрел их никак. Только мечтал, как стать пилотом. Ну вот, стану пилотом встречи, закончил школу. И все в порядке будет. Заветные желания должны исполняться. Уже несколько лет подряд Удмуртия вместе с другими регионами участвуют в марафоне добра. Губернаторы, министры и вице-премьеры устраивают праздник тем, кому он нужен больше других. Детям из многодетных и приемных семей, тем, кто воспитывается без родителей или борется с тяжелой болезнью. Мы нынче обрели новую семью. У нас появилось сразу четыре брата. Мы живем дружно, играем, помогаем маме и папе. Очень хорошие, интересные детские мечты. У нас есть на этой елке мечта познакомиться с главой и лично пожать руку в главе республики. Есть очень интересное желание, надеюсь, оно тоже исполнится. Девочка, которая с серьезным заболеванием, она аллергик. Но она очень мечтает о котенке. О котенке особой породы, которая не вызвала бы у нее аллергию. Побывать в театре, увидеть удмуртского Деда Мороза. Эти и еще сотни детских желаний будут исполняться в Удмуртии почти каждый день до середины января. Анастасия Редько, Юрий Зелененький, Новости.